Это итоги недели, какими их видит редакция Альтекс Медиа. В студии Алексей Саламаха. Здравствуйте. Выпуски. Съемки в Артемовской администрации закончились вызовом Росгвардии. В Болнаше обсудили возможное подтопление поселка. На Винпроме встретились представители крупнейших машиностроительных предприятий региона. Новогодний городок и елка скоро появятся на главной площади Артемовского. Инвалиды нашего муниципалитета посоревновались в настольных играх. Очередная группа юных артемовцев получила свои первые паспорта. Фестиваль «Юность» вновь собрал талантливую молодежь округа. Наша съемочная группа оказывалась в различных, порой весьма неприятных ситуациях. Но последний случай показал, что, защищая свои секреты, артемовские чиновники не стесняются использовать силовые структуры. К сожалению, порой случается так, что, освещая нарушения прав граждан, средства массовой информации сами оказываются в положении пострадавшей стороны. Чаще всего это происходит, когда речь идет о взаимодействии с чиновничьим аппаратом. Наша редакция не раз поднимала острые темы, которые актуальны для артемовского городского округа. Только вот реакция местных властей в подавляющем числе случаев оказывалась нулевой. Мало того, нашей профессиональной деятельности оказывались помехи, а в последнем случае нас и вовсе попытались выдворить из общественной приемной главы муниципалитета. Но давайте начнем по порядку. Зафиксировать результаты встречи с главой артемовского городского округа нас пригласил Сергей Никитин. К известному артемовскому активисту можно относиться по-разному, но факт остается фактом. Вопросы, которые он поднимает, актуальны для всего муниципалитета и напрямую связаны не только с условиями жизни населения округа, но и его безопасностью. Неспособность артемовских чиновников оперативно решить ту или иную ситуацию не раз подтверждалась. При этом следовать примеру региональных властей они упорно не хотят, видимо считая, что у них и так все в порядке и авось пронесет. Все вопросы, которые были заданы главе округа, фактически не получили каких-либо внятных ответов и лишь вызвали с его стороны крайне негативную реакцию. Не мудрено, ведь никому не нравится, когда ему прямо указывают на нарушения, которые допускаются возглавляемой им командой. Хотя существует мнение, что этой командой управляет кто-то другой, будем смотреть на это с позиции должностных обязанностей и подчиненности. Ты глава, тебе и ответ нести. Вместо этого нам с использованием нецензурной лексики предложили покинуть помещение без внятного объяснения причин. В соответствии с телевизионной этикой мы должны запикать нецензурное слово в порыве, брошенное тем, кто представляет наш муниципалитет на региональном уровне. Однако в качестве доказательства того, что оно действительно прозвучало, у нас имеется полная немонтированная запись всей ситуации. Между тем, сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие по вызову, показали лучшее знание законов и правил этики общения, чем артемовские чиновники. Забегая вперед, отметим адекватные профессиональные действия правоохранителей, которые приняли от нас соответствующее объяснение. Говоря о законах, разъясним зрителям, что в соответствии с ними, а если быть точным, в соответствии с положениями действующего закона Российской Федерации о средствах массовой информации, мы имеем полное право задавать официальным лицам те вопросы, которые интересуют нашу аудиторию. В то же время, у частных лиц мы должны попросить разрешение на их съемку, что и было сделано перед тем, как начался прием. По разным причинам, из шести посетителей четверо отказались сразу, затем передумал еще один. Но самое курьезное в том, что аккредитацию на работу в администрации сотрудников нашей телекомпании подписал лично глава муниципалитета. Вообще, проблема взаимодействия руководства и чиновников Артемовского городского округа со средствами массовой информации давняя. Дело даже дошло до обращения в прокуратуру, которое подтвердило наши права и внесла в адрес администрации муниципалитета соответствующее представление о нарушении федерального законодательства. Мы продолжаем действовать в правовом поле и в соответствии с этим направили в адрес главы округа обращения, в котором четко обозначили ряд актуальных вопросов, на которые артемовцы хотят получить конкретные ответы. Вроде бы такая официальная форма должна хоть как-то повлиять на чиновников, которые утверждают нам, что всегда готовы ответить, если обращение зафиксировано соответствующим образом. С одной стороны, ситуация крайне неприятна и замалчивать ее нельзя. А с другой, нам бы очень хотелось рассказывать об успехах руководства муниципалитета, достижениях его отделов. К сожалению, действительность такова, что чаще приходится показывать бездействие и невнимание к нуждам артемовцев. Формат нашей работы таков, что мы, в отличие от печатных СМИ, должны показывать, что скрывается за сухими цифрами отчетов чиновников. Исходя из того, что показывать и комментировать их официальные лица администрации нашего муниципалитета отказываются, по простой житейской логике складывается ощущение, что за этими бумагами скрывается что-то, о чем артемовцы знать не должны. При этом даже в организационном отделе администрации нам не могут внятно объяснить, почему же нам нельзя снимать в цитадели местной власти. Положение, в котором оказался Буланаш, тревожное. Возможное подтопление, когда мокло в меч, висит над жителями поселка. Ситуация обсуждается на всех уровнях, в том числе регионально. Вопрос подтопления шахтными водами поселка Буланаш для Артемовского городского округа не новый. И решением ставшей в последние годы довольно критичной ситуации для Буланашцев на протяжении не одного десятка лет занимается экологический совет ТОСа, который возглавляет бывший председатель ТОМСа Виктор Юрьев. Мириться с фактом, что в поселке вновь можно будет собирать клюкву, Буланашцы не намерены. Поэтому жители и бьют тревогу. И ждут ответов на свой главный вопрос, что будет дальше. Судьба шахтного водоотлива сегодня на устах каждого жителя поселка. Ведь именно он спасал от подтопления шахтными и грунтовыми водами. По словам председателя экологического совета ТОС Виктора Юрьева, в 2013 году по Буланашу был проведен эксперимент по минимизации затрат на откачку воды. В том, что останавливать работу шахтного водоотлива ни в коем случае нельзя, убеждены многие Буланашцы. Кроме того, жители поселка считают, что нужно еще дополнительно ввести в работу несколько насосов о судьбе шахтного водоотлива, о сложившейся ситуации. С подтоплением поселка шло обсуждение в рамках планового совещания с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, органа местного самоуправления Артемовского городского округа, населения поселка Буланаш и специалистов из Урал-Гипрошахт, ММПИ и Урал-Геопроект. Отметим совещание. По данной проблеме на площадке Томс поселка Буланаш состоялось уже во второй раз. Ведь вопрос подтопления на личном контроле держит Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Именно поэтому Вячеслав Тюменцев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, стал частым гостем в поселке. Его участие в совещании стало уже третьим визитом на Буланашскую землю. Напомним, в августе 2017 года заместитель министра лично побывал на скважинах, а также обследовал подвальные помещения домов частного сектора, где фиксировался подъем воды. Очень рад вас видеть сегодня в этом зале. Мы собираемся на первый раз. В предыдущий раз мы рассказали вам все материалы, которые есть у нас в министерстве. Ваше обращение мы аккумулировали в единую таблицу, попробовали ответить на все ваши вопросы, выслушали те вопросы, которые возникли у нас в ходе встречи. Мы поняли, что есть ряд специальных вопросов, требующих специальных познаний в области гидрогеологии, на которых я на той встрече не смог дать сразу оперативный ответ. Поэтому мы в рамках нашего плана мероприятий, который мы же с вами сформировали, в рамках нашей рабочей группы, мы сегодня привезли ряд специалистов, ведущих специалистов в области гидрогеологии. В свою очередь, директор жилкомстрой Александр Королев рассказал об уже реализованных мероприятиях по предотвращению подтопления поселка и о планах на будущее. По словам Игоря Четверкина, предполагалось, что когда водозаборные узлы будут введены в эксплуатацию, необходимо оставить на случай чрезвычайной ситуации водозабор в шахте, отключение которого должно проводиться под контролем. В ходе совещания высказал свою точку зрения по докладу Игоря Четверкина, заместитель председателя экологического совета ТОС поселка Бланаш, бывший работник шахту управления Егоршинская Юрий Патласов. Так он возразил на утверждение специалиста, что ситуация не вызывает опасений и работа дренажных скважин должна осуществляться не на постоянной основе. В ходе жарких прений звучало множество обоснований проблемы, предложений решения вопросов по подтоплению. Но, как говорится, в спорах рождается истина. Так Вячеслав Тюменцев отметил, что цель данного совещания – выслушать все точки зрения и найти действенные инструменты для решения назревших вопросов. При этом он подчеркнул, Министерство природных ресурсов и экологии, а также правительство Свердловской области всегда поддержит и поможет в реализации тех задач, от которых зависит комфортное проживание жителей. Но при этом и власть муниципалитета должна действовать и прилагать максимум сил. Вот то, что происходит, вот то, что я видел, когда мы ездили по этим подвалам, да, вот мы приехали, женщина говорит, меня топит, я вот качаю воду. Я не могу ее выкачать из этого подвала, не знаю, какая улица, значит. Я говорю, слушайте, колодец там откройте, где сети идут. А, бля, там полно воды. То есть сеть, худая сеть, не может так вот эта вода с такой скоростью там поступать. То есть это под давлением у вас. Надо сети смотреть. Это комплексный вопрос. Канавы надо смотреть, эти все вещи. То есть, понимаете, то есть, если эти вопросы есть, их, безусловно, надо решать. Надо решать их полномерно и комплексно, понимаете. И это, конечно, работает местная администрация. Это не снимает с них ответственности никакой. И первые шаги в решении проблемы должна сделать, конечно же, местная власть, отметил Вячеслав Тюменцев. Кроме того, он поблагодарил общественность, которая создала по данной проблеме резонанс, тем самым добившись реализации уже осуществленных мероприятий. По недопущению подтопления поселка, привлечения внимания к решению вопроса не только руководства Артемовского городского округа, но и областного. Назвав данное совещание, не последним заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области заверил всех собравшихся, что вопрос по подтоплению поселка Буланаш будет решен обязательно, в плановом режиме, с помощью науки и всех заинтересованных лиц, от которых зависит уровень жизни Буланашцев. Несмотря ни на что, в нашем муниципалитете есть и позитивные примеры того, как трудолюбие и профессионализм позволяют коллективу уникального предприятия добиваться все новых достижений. МЗ Вентпром вновь стал точкой проведения важного для региона мероприятия. На этот раз на предприятии состоялось расширенное заседание президиума Союза машиностроительных предприятий Свердловской области. Представители крупнейших предприятий этой отрасли нашего региона обсудили ряд вопросов, касающихся ее развития и, конечно же, оценили темпы роста нашего уникального предприятия. Мы посмотрели прекрасное предприятие. Я здесь не был 6 лет. И за этот период, безусловно, произошли серьезнейшие, я по-другому не назову, изменения. Ну и самое главное, вы знаете, вот я для себя тоже помимо председателя Союза все-таки занимаюсь бизнесом и где вот увидел точки соприкосновения, что и должно быть, в принципе, для членов нашего Союза, чтобы мы на самом деле находили возможности не только пообщаться друг с другом, но все-таки найти возможность оказать помощь. Машиностроение – заслуженная гордость Среднего Урала. И даже в самые непростые для страны времена наши предприятия находили способ не просто выживать, но и разбиваться. Сейчас в нашем муниципалитете, по сути, лишь два крупных предприятия. И оба они работают именно в этой отрасли. Так что проведение заседания Президиума Союза машиностроительных предприятий Свердловской области можно смело считать действительно знаковым для Артемовского городского округа. Винпром без обиняков можно назвать флагманом в этой области, ведь его уникальная продукция востребована и за пределами России. А сам завод строит весь производственный процесс по европейскому образцу. Уделяя много внимания комфорту сотрудников, Винпром при этом получает и реальные бонусы для всего предприятия, ведь использование энергосберегающих технологий позволяет реально экономить, используя средства на свое дальнейшее развитие. Кроме специфических и конкретных для каждого предприятия и отрасли в целом вопросов, на заседании обсудили важную тему образования, подготовки инженерных кадров, которые будут востребованы на производстве. А производство получит профессиональный ресурс, позволяющий развиваться и расширять линейку и объемы производимой продукции. В агентстве стратегических инициатив Свердловской области считают, что Винпром может и должен стать примером для других предприятий региона в реализации системы дуального образования, когда теоретические знания усваиваются в сочетании с практическими навыками, приобретаемыми непосредственно на производстве. С учетом того, что специалисты, которые глубоко разбираются в машиностроении, оставили о Винпроме самые лестные отзывы, можно с уверенностью говорить о том, что предприятие имеет особое значение для всего нашего муниципалитета. И Союз машиностроительных предприятий региона всегда готов поддержать завод. Наше мнение не будет меняться. Однозначно, мы будем поддерживать это предприятие, тем более, если будет предложение, соответственно, выступить в защите этого предприятия. Мне еще сказать, нельзя развалить это предприятие, тем более, оно является городообразующим. И это как раз, будем говорить, показателем должно быть для всех остальных предприятий, которые хотят бы развиваться в таком же направлении, как это предприятие. Это на самом деле лидер, это есть у кого учиться. А если такого предприятия не будет, то я думаю, что и муниципальному образованию, соответственно, плохо будет. Близится Новый год, который невозможно представить без гуляний в снежном городке и ярко наряженной елке. Чего ожидать артемовцам в этот раз в нашем материале. Что же ожидает артемовца в этом году и когда ждать открытия городка? Готовится у нас площадка будет до 25 декабря. В 18.00 будет уже ее открытие. Работать будет снежный городок у нас по 15 февраля 2018 года. И демонтаж будет идти с 16 по 18 февраля. Почему у нас сделан городок по 15 февраля? Это уже было неоднократное обращение жителей города Артемовска и ближайших поселений о том, что дети не успевают в короткие... Ну, хоть они для взрослых населения длинные каникулы, для детей они короткие каникулы. И они не успевают насладиться тем радостью Нового года, что мы делали, когда обычно по 30 января. Период был маленький и жители попросили нас сделать подлиннее период новогоднего праздника. Мы сделали его по 15 февраля. Также у нас новиночка будет, это мы решили приобрести для детей. Ну, и, наверное, не только для детей, для взрослых. Им тоже будет интересно прокатиться. Это новая горка. Горка будет разборная. Она будет, это уже ежегодно. Потому что все время используют снежные горки. И, ну, они как бы себя... Это уже все равно устаревший вариант. Это прошлый век. Надо стремиться к более новым каким-то, чтобы было интересно детям и менее травматично. Потому что наша горка, которая сделана уже из железа и досок, она все равно устаревший тоже вариант. А то, что будет сделано из пластика и облегченных материалов, это намного лучше и безопаснее для детей. Также у нас устанавливается елочка. Она будет с гирляндами. Ну, елка у нас стандартная. Пока остается то, что мы уже сделали. Как говорится, приобрели ее. Она будет у нас в таком же варианте и стоять. Общее ограждение у нас выйдет на общей площади 6 тысяч девятьсотквартных метров. Я думаю, этой площади нам нынче чуть побольше мы ее сделали. Ее должно быть хватить на, ну, хватать на то объем населения, которое будет посещать этот городок. Потому что в праздничные мероприятия, вот, по моим подсчетам, это вот по тому году, я когда приезжал с 31-го, ну, 31-го там не такой был сильный наплыв, а вот с 1-го, 2-го числа там наплыв детей очень большой уже идет, и взрослые приходят. И в пределах где-то до 100 человек доходят на городок. Почему мы увеличили площадь этого города? Относитесь бережно к площадке, которая должна дарить только радость. И помните, что на ее строительство ушли муниципальные, а значит, и наши с вами деньги. Несмотря на то, что у некоторых людей физические возможности ограничены, они не теряют самообладание и находят себя в творчестве, труде, спорте, хобби, которые им доступны. На площадке комплексного центра социального обслуживания населения Артемовского района в рамках Всемирного дня инвалидов состоялся традиционный турнир по настольным спортивным играм. Открыли мероприятие, которое стало настоящим праздником для всех собравшихся. Самые юные, талантливые артисты – воспитанники детского сада номер 31. Дети приветствовали участников соревнований целой концертной программой. Они пели, танцевали, читали стихи. Далее участников соревнований приветствовали организаторы мероприятия с поздравлениями и пожеланиями в предстоящей борьбе. В свою очередь, обращаясь с искренними словами поздравлений к участникам соревнований, директор комплексного центра Сергей Халямин рассказал о предстоящих перспективах в работе центра, в рамках которой произойдет улучшение материально-технической базы учреждения. Напомним, комплексный центр является участником международного проекта по созданию комплексной системы реабилитации. И на сегодняшний день центром приобретено различное оборудование, которое позволит людям с ограниченными возможностями здоровья более качественно проходить реабилитационные процессы и быть всегда в строю. В турнире по настольным спортивным играм приняло участие 22 человека. И, надо сказать, каждый из участников в ходе соревнований постарался раскрыть весь свой внутренний потенциал. Игры «Тейбл и ластик», «Кульбута», «Матрешка», «Керлинг» по-настоящему погрузили участников соревнований в мир спортивного азарта. Каждый участник турнира проявлял максимум своих способностей, при этом развивая новые. Ведь настольные спортивные игры направлены на развитие внимания, памяти, быстроты реакции в различных условиях двигательной деятельности, ориентировки. Они положительно воздействуют на воображение и эмоции, активизируют творческую инициативу, развивают гибкость и подвижность суставов, мышечно-суставного чувства и манипуляторной деятельности пальцев рук. Отметим, эти соревнования подарили массу положительных впечатлений, а также бодрости, духа и тела всем участникам мероприятия. Завершением турнира стала церемония награждения. Победителям и призерам, а также всем, кто принял активное участие в соревнованиях, вручались благодарственные письма, призы и сувениры. Традиционно в нашем муниципалитете для ребят, достигших возраста получения паспорта, это событие стараются сделать как можно более запоминающимся и торжественным. В зале заседания администрации Артемовского городского округа состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным артемовцам, достигших 14-летнего возраста. Кроме подростков, пришедших за своим главным документом, гражданина страны, их родных и близких, также поспешили разделить важность и торжественность момента. Гости мероприятия. Почетными персонами церемонии стали участники горячих точек на Северном Кавказе, Афганистане, Абхазии, те, кто получил правительственные награды в мирное время. Мероприятие было посвящено юбилейным датам – Дню воинской славы России, Дню народного единства, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Дню героев Отечества в России. Слова поздравлений на путстве юным гражданам Российской Федерации прозвучали и от представителей отделения по вопросам миграции ОМВД России по Артемовскому району, а также отдела по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа. Паспорта юным артемовцам вручали настоящие герои нашего времени, действующие сотрудники и ветераны ОМВД, офицеры с запасом, участники горячих точек, те, кто получил правительственные награды в мирное время. Отметим церемонию торжественного вручения паспортов. Мы, граждане России, проходила при поддержке Свердловской общероссийской общественной организации Российский союз молодежи. РСМ является правоприемником Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи ВЛКСМ. Сегодня он продолжает опыт и традиции комсомола в реализации социальных программ для молодежи. Напомним, в Артемовском городском округе местная организация РСМ была создана в 2009 году. В рамках мероприятия также состоялось торжественное посвящение в члены Российского союза молодежи одного очень активного представителя молодого поколения Данила Габтрахимова. Произнесенную клятву Данилу Габтрахимову по традиции пришлось скрепить фирменным коктейлем РСМ, символизирующим здоровый образ жизни. Творческим подарком для всех собравшихся стало выступление учащейся детской школы искусств номер один Ульяна Станилевич. Завершилась торжественная церемония вручения паспорта. В завершение выпуска о тех, кто уже вырос, обзавелся работой и семьей, но в душе остается непосредственным, веселым и, конечно же, талантливым. Юбилейный фестиваль работающей молодежи «Юность» прошел при полном аншлаге во Дворце культуры имени Попова. Подробнее об этом рассказал Данил Габдрахимов, специалист первой категории отдела по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа. То, что среди артемовской работающей молодежи есть целая плеяда веселых, находчивых и талантливых артистов, уже 15 лет с успехом доказывает фестиваль «Юность». В юбилейный для фестиваля год блеснуть юмором и искрометными шутками на сцену вышли шесть команд. Эта команда «Большие дети» школа номер 14. Всем участникам команд надо было успешно показать себя в трех конкурсах. Отметим, что участники подготовились отлично. Каждое выступление было ярким, эффектным и запоминающимся. Надо сказать, что очень нелегко пришлось жюри фестиваля выставлять оценки. Но за их компетентность и честность можно не сомневаться. Кроме этого, в этом юбилейном году не только команды предприятий оценивали, но и их группы поддержки. Они могли заработать приз за активность, громкость, использование хлопушек, свистков, транспарантов и многого другого. Далее объявили второй конкурс музыкальный, посвященный предстоящему юбилею нашего любимого города Артемовский. В 2018 году ему исполнится 80 лет. Перед началом всем присутствующим предложили просмотреть видеофильм о любимых и красивых местах Артемовского городского округа. А после представили свои номера команды фестиваля. Как видите, градус веселья в зале и на сцене был высок. Поэтому кроме первого, второго и третьего места вручались призы и по номинации. За творчество, музыкальность, дружбу и многое другое. Не будем забегать вперед, ведь был и еще один конкурс. Домашнее задание. Юность принимает поздравления. Вот самые яркие моменты из всех выступлений. Кроме этого прошла лотерея, в которой участвовали зрители в зале. Победитель определялся по номерам ряда и сидения. Призы предоставлены спонсорами фестиваля, которых в этом году было очень много. Как и выступлений. Юность ждет новых участников в 2018 году. А пока есть время подготовиться. Это были основные темы, которые за эту неделю наша редакция выделила для освещения. Еще больше информации из жизни муниципалитета и региона вы подробнее можете узнать в наших эфирах на канале ТНТ утром с 8 до 8.30 и вечером с 19.00 до 19.30, а также на официальном сайте телерадиокомпании www.altexmedia.ru. В студии был Алексей Соломаха. Всего вам доброго. До свидания.